С 1 июля этого года медицинские учреждения, предприятия, организации и компании перешли на цифровой формат взаимодействия. Появились электронные больничные. В нюансах получения электронного листка нетрудоспособности разбиралась моя коллега Галина Титарчук. Алексей Ермеев один из первых в республике, кто получил листок нетрудоспособности в электронном виде. Молодой человек уверяет, что сложностей при его получении не было. Я пошел выписывать больничные, а мне там предложили электронный вариант больничного. Я согласился и на следующий прием, когда пришел, сказал, что больничный закрыли, и мне закрыли больничный. И как таковой бумажного лакета уже нет. Это гораздо мне показалось удобнее. Крупные работодатели республики уже готовы принимать и обрабатывать больничные онлайн. С их точки зрения у цифрового документа очень много плюсов. Повышается оперативность обработки листов, нет необходимости заполнять бумажный бланк вручную. Сложно его поделать, поскольку в нашей практике были случаи, когда мы сталкивались с поддельными листками нетрудоспособности. И у работника пропадает необходимость повторно обращаться в медицинскую организацию при утрате или порче листка. Поскольку он уже точно есть в базе, мы с уверенностью его получим. Преимущества оформления электронного больничного отмечают и врачи. Теперь драгоценное время приема можно полностью потратить на самого больного и всего пару минут на заполнение электронного листка нетрудоспособности. Врач входит в виртуальный кабинет и электронную карту больного выбирает работу с листом нетрудоспособности. Там при закрытии больничного ему потребуется только поставить галочки, следуя инструкциям, и закрепить все цифровой подписью. Это упрощает схему выдачи листков нетрудоспособности, укорачиваются сроки выдачи листков нетрудоспособности. На выдачу электронного листка нетрудоспособности затрачивается очень мало времени. Если мы когда выписывали в бумажном варианте, это нужно было выписывать чернилами и дрожащей рукой, чтобы не дай бог ошибиться, это было очень сложно. А в данном случае это все в электронном варианте, и врачам это проще, потому что можно наглядно увидеть, есть какие-то ошибки или нет ошибки. Больничный, оформленный в интернете, хранится в специальной защищенной базе Фонда социального страхования. Компании заключают договор с ФСС, чтобы начать принимать электронные больничные, и получают ключ к системе. А сам пациент может отследить сумму пособий в своем личном кабинете на портале госуслуг. Напрямую, получается, все больничные листы оплачивает Фонд социального страхования. Нам нужно будет только достоверное сведение о сотруднике, о размере его средней заработной платы. Получается, больничный лист, в котором получается количество дней показано, и мы это расчеты делаем. Есть доступ на сайте Фонда социального страхования, личный кабинет. Каждый работодатель всегда может увидеть, заходя даже, получается, вот еженедельно, не дожидаясь, когда, получается, у них закончится, начнется процедура, значит, где находится работа. Даже кадры, например, могу сказать. Оформили личные трудоспособности. Зашел, увидел на своего сотрудника. Сейчас программа работает в тестовом режиме. Выявляются недочеты. Планируется, что в ближайшее время на электронные больничные перейдут все медицинские организации. Учреждения здравоохранения сегодня готовы к работе. Да, почти все врачи, кроме вновь принятых, уже имеют электронную цифровую подпись. Все учреждения здравоохранения, мы с вами знаем, сегодня соединены в одну информационную сеть. И внедрение вот этой программы, которую мы установили, не потребует дополнительных финансов средств. Вместе с тем, бумажные больничные никто не отменял. По закону, у пациентов есть право выбора, в каком виде они получат листок традиционный на бумаге или в электронной форме. Оформление электронных больничных производится только с письменного согласия гражданина. Выбор всегда остается за пациентом. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.